Спасибо, всем привет. Да, большой битрикс. Что это такое? Мы в Корусе, как видно из названия, Корус Консалтинг, мы занимаемся крупными внедрениями. То есть у нас компании очень большие. Это Газпромнефть, Росатом, много их, в общем. Что случилось? Ну в интерпрайзе так часто бывает, кто знает. Я руководитель команды разработки 1С Битрикс. Я пришел, сразу скажу, я пришел в интерпрайз из e-коммерца, причем из e-коммерца не битриксового. И когда я начал работать, собственно, с такими клиентами, первым мой проект это был внедрение корпоративного портала Битрикс24 в банке Санкт-Петербург. Я был такой очарованный молодой человек. Мне казалось, что, во-первых, работать с заказчиками, у которых есть деньги, это очень круто. А во-вторых, мне казалось, что это прям вообще другая вселенная. То есть у меня, наверное… Куда тут надо тыкать? Миша? Да, мне казалось, что работа в интерпрайзе – это как-то так. То есть у тебя есть целая параллельная вселенная, у тебя есть большие заказчики, которые живут как отдельные планеты по своим правилам. Но где-то на середине проекта внедрения я понял, что все немножко по-другому. И в составе заказчика… Заказчик – это не некое единое лицо. Это куча-куча отдельных кланов, которые вообще друг к другу воюют постоянно. В ходе внедрения проектов в интерпрайзе вы будете взаимодействовать с разными представителями заказчика. Это, например, служба безопасности, это, например, системные администраторы, это, например, специалисты 1С, с которыми вам придется интегрировать свою систему, в частности, 1С-ЗУП. И поверьте, они не на вашей стороне. Если, когда мы говорим об e-коммерции, ну вот я сразу скажу, вот несколько заказчиков, с которыми мы работаем. Когда мы говорим о e-коммерции, тут все понятно. Если мы делаем сайт, он несет ярко выраженную выгоду для заказчика, и к этому можно апеллировать. Когда мы внедряем Core Portal, заказчик – не компания целиком. Заказчик, как правило, какое-то подразделение этой компании. Которые, например, HR. Если мы внедряем Core Portal, как правило, инициатива исходит от HR. Для тех же системных администраторов это лишний головняк. Ваш портал, ваше внедрение, требуются сервера, которые нужно выделить к определенному сроку, необходимо их потом поддерживать, от вас потребуют документации, и так далее, и тому подобное. В итоге я сформулировал следующее, что интерпрайз-внедрение – это история не про проект. Даже самый маленький проект. Совсем недавно мы делали чат-бот для Вайбера. Вроде проект маленький, по функциональности там делать нечего, мы его четыре месяца внедряли. Интерпрайз – это не про проект. Интерпрайз – это про клиентов. То есть чем клиент больше, тем сложнее с ним работать. Наши особенности следующие, что, как правило, инфраструктура заказчика закрытая. То есть вы работаете без интернета. И это надо учитывать на всем ходе проекта. К вопросу о Bittrex 24. Для нас Bittrex 24 – это не конечный продукт. Для нас Bittrex 24 – это только начало разработки. Поэтому сильная кастомизация. Просто, как правило, к нам приходят клиенты, когда из Bittrex 24 нужно сделать что-то совсем другое. И да, мы те люди, ради которых Bittrex тащит легаси, ради которых поддерживается интернет-эксплойер, ради которых нету таких последних тенденций. И да, мы тоже очень любим писать под Vue.js. В частности, мы писали на Vue.js виджеты для корпоративного портала, для задач, когда нам нужно было делать очень сложную историю с задачами для Газпромнефти. Мы кастомизируем корпоративный портал, мы правим шаблоны, мы лезем в ядро, потому что мы иначе не можем это сделать. Проблема в том, что, как правило, выбор платформы для заказчика, то есть когда вы приходите к заказчику, говорите, мы вам внедряем Bittrex, потому что Bittrex может это, это, это и это. Когда мы приходим к заказчику, нам говорят, вот у нас здесь есть Bittrex, потому что это корпоративный стандарт. То есть Bittrex выбран не нами, мы просто работаем в рамках него. Поэтому мы можем взять отмазки из серии платформа так не умеет, потому что, ну потому что вы же выбрали Bittrex, Bittrex умеет так, а так не умеет, поэтому давайте этого не делать. Нам говорят, не, ребята, вот есть функциональные требования, под которыми подписались. А нам, честно говоря, не важно, на Bittrex вы как бы его сделаете, будете использовать типовое, не будете использовать типовое, вы обязаны это сделать. Вот, поэтому зачастую для заказчика проще что-то закастомизировать. И да, заказчик знает, что будут сложности с обновлением, но про обновление чуть попозже расскажу. Как правило, проекты большие, разработка итеративная, то есть в несколько этапов. Причем этапы сопровождаются с опытной эксплуатацией. То есть сдали, запустили пользователей, пользователи там работают, мы пилим в следующую часть проекта. По поводу обновлений портала. Мы не можем обновляться, когда захотим, мы не можем обновляться на лету, у нас в системе работают люди, людей работает много. Ну, например, то есть мы внедряем порталы в компаниях численностью от 2,5 тысяч человек, вот они вот там вот работают постоянно. То есть когда мы внедряли в том же банке Санкт-Петербург, у нас портал в какой-то момент стал бизнес-критикал системой, то есть мы не могли его остановить. Когда товарищи из банка загрузили туда документы, подключили к колл-центру 24 на 7, и мы не могли остановить портал. Да, работа только в регламентные часы. Это следующая история, что мы не можем проводить работу, когда хотим. То есть есть технологическое окно, как правило, ночью, когда мы должны, когда мы можем выкатывать код и тестировать его на проде. Есть где-то час, наверное, времени, когда мы имеем возможность стопнуть прод, но только в случае того, если у нас есть данные на втором серваке, каком-нибудь тестовом, куда в случае чего можно слазить. Поскольку работа в интерпразе – это не про проекты, а про клиентов, то с клиентами надо договариваться. О чем надо договариваться с клиентами? Как формируем состав релиза? То есть есть у нас определенное количество задач, которые должны попасть в релиз. Как доставляем код во внутреннюю сеть? Это вообще очень интересная история. То есть вот есть ваша сеть, есть сеть заказчика. Каким образом код попадет внутрь? Есть различные способы, начиная от того, что вы приносите код на флешке через систему безопасности. Варианты, когда вы отправляете код самому себе во внутреннюю учетку, по имейлу, через, опять-таки, систему контроля версий. Есть варианты, когда сотрудник заказчика, который занимается порталом, вам помогает этот код туда каким-то образом выкладывать на сервера. Вот как-то так. Это сложно. Как кто и где тестирует код перед релизом? Несмотря на то, что у вас внутри все работает, у заказчика может ничего не работать. Так бывает, потому что инфраструктура, скорее всего, другая. Есть особенности. Инфраструктура не всегда взлетает что-то… К тому же вы можете быть не единственным разработчиком на проекте. Зачастую у заказчика есть своя команда разработки, которая тоже что-то там попиливает. То есть проекты большие, и вам могут дать только кусок проекта. Кто за что отвечает? Несмотря на то, что мы всеми силами пытаемся ответственность за выкладку релиза переложить на заказчика, что мы говорим, вот смотри, вот ты рукой махнешь, мы вот с тестового сервака тебе на прот разольем. Либо вы сами разлейте. Но все равно нам прилетает. Даже несмотря на то, что заказчик всегда говорит, что да, я принимаю ответственность, что вот оно на тесте как бы работает, мы все приняли, на прот выложили, периодически прилетает с прода ай-яй-яй, что вы все сломали. Мы стараемся принимать, осуществлять приемку всех работ на тестовом сервере. Потому что это то, что мы контролируем. Тут вопрос про разграничение зоны ответственности. У нас есть проект, есть четко определенные его рамки. И чтобы проект был рентабельным, мы из этих рамок не должны вываливаться. Вот поэтому мы должны контролировать те задачи, которые мы делаем. И как мы их сдаем заказчику. Вот еще один момент, как разделяем наши баги и баги вендора. Я про это расскажу, потому что за баги вендора мы не отвечаем. Тут есть маленький момент, что если вы кастомизировали портал таким образом, что его невозможно обновить, исправив баги вендора, то вы считаете подписались, что вы эти баги все будете за свой счет исправлять. У заказчика отобрали возможность обновляться, отобрали возможность это делать легко по кнопке, накатывать фиксы, которые исправят баги. Ну, значит, это ваши баги. Это должны вы с заказчиком каким-то образом договориться по этому поводу. Как делаем мы? Первое правило, то есть мы выработали несколько правил, которые нам помогают. Они не решают всех проблем, но они их минимизируют. Первое правило всегда сохраняя исходное состояние. То есть исходным состоянием является система на момент того, как мы пришли в проект. То есть если это чистый битрикс, то вот мы берем, делаем полный бэкап битрикса, где-то его храним. Зачем это делаем? Ну, например, для того, чтобы разграничить наши баги и баги вендора. То есть когда вам от заказчика прилетает, а вот тут не работает, вы смотрите исходное состояние, так оно и на чистой установке не работает. Значит, наверное, эта бага не наша. Опять-таки, если вдруг на чистой установке оно работает, методом половинного деления можно найти, на каком коммите мы его поломали. Что тоже. То есть вот исходная точка обязательно должна быть. Особенно это важно, когда вы приходите на проект, который уже кто-то делал. А так бывает часто. То есть, как правило, в интерпрайзе согласовали бюджет, кто-то что-то сделал, согласовали бюджет на следующий год, объявили конкурс, его выиграла другая компания. Ты приходишь, тут уже до тебя кто-то копался, документации зачастую нет или она не полная, ты пытаешься разобраться, тебе прилетает, что здесь была бага, а у нас тут все работало, а вы вот все сломали. Ну и ты показываешь, что смотрите, оно и не работало никогда. Поэтому это не наша ответственность. Что должно быть обязательно? Вот это примерно для каждого нашего проекта вот такое окружение. То есть у нас есть разработчики, в принципе это применимо абсолютно к любому проекту, не обязательно к интерпрайзовому. Есть разработчики, которые работают локально, есть площадка разработки общая, на которую происходит слияние веток. Вот здесь предварительное тестирование, есть площадка тестовая, на которой мы готовим релиз. Вот, а дальше непонятно. То есть вот это вот как раз вот та стена, за которой живет Enterprise. Вот как раз через эту стену мы несем код во внутреннюю сеть, раскатываем на тесте заказчика. Здесь стараемся на тесте заказчика осуществить приемку. И вот на прот заказчика у нас зачастую доступа нет вообще. То есть каким образом мы передаем код на прот, опять-таки по договоренности с заказчиком. Зачастую это вот код, вот документация, как его разлить. Особенно прикольно это делать, когда у тебя подход итеративный. То есть у тебя документация должна включать в себя полное описание того, как установить следующую версию продукта. Есть несколько правил, которые еще помогут и упрощают эту операцию. Все только через гид. А есть те, кто работает без гита? Ну это очень хорошо, потому что зачастую приходят на собеседование люди, которые вообще работали без гита только. У нас для этого есть GitLab. И в GitLab у нас настроен CI, который позволяет нам проверять код, автоматизировать и так далее. Осуществлять, собственно, на код-ревью делать, принимать или не принимать мерш-реквесты и так далее. Вот примерно так и выглядит наш процесс. То есть какие-то тесты повалились. Собственно, можно на свой страх и риск раскатать себе тестовую площадку от этой ветки. Эта штука позволяет аналитикам, которые ставят задачи, раскатать из любого состояния ветки себе площадку, там что-то потестировать задачу разработчика, без необходимости сливать ее в общую ветку. Все, что сливается после мерш-реквеста в ветку девелопа, оно раскатывается автоматически. Вот, ну, например, здесь вот есть некая ветка stream2, это второй релиз. Прошло проверку на код-стайл и автоматически вылилось на площадку и в наш чат-ботик, в чат-телеграме гетламбовский бот написал, что типа все в порядке. Вот, можно смотреть. Либо вот аналитик может вот из другой ветки, там ветка task3633, вот может нажать на кнопочку, вручную раскатать ее на площадку из этой ветки, посмотреть, то или дорога идем, вот, и какие-то комментарии по функциональной составляющей дать. Вот, GitLab CI очень удобная штука, всем рекомендую. Не только на интерпрайз проектах. Вот, правило еще одно. Все только через миграции. Кто использует миграции на проектах? Мало. Хорошо, а кто не использует миграции на проектах? А как вы создаете, вот, как вы меняете структуру, как вы изменяете настройки сайтов? Предположим, у вас нет доступа к проду. Просто вот вопрос. Мы, может быть, не хотим, но мы вынуждены. Вот, для миграции мы используем такую штуку, BIM. На самом деле есть несколько как бы это сказать-то, инструментов для миграции для битрекса. Мы используем BIM, потому что нам показалось, что он удобный. Как это выглядит? У вас миграция — это скрипт, который переводит систему из одного состояния в другое состояние. Как правило, это связано с изменением каких-то конфигов, структуру базы данных, созданием каких-то объектов, миграции непосредственно данных и так далее. То есть эта штука работает с BDEH. Если вам, например, нужно файлы копировать, тоже через нее, потому что говорить, что вот надо еще раз установить модуль или запустить его апдейт, ну это как бы сложно. Тут вы набрали одну команду, оно прогонит все вот эти вот миграции, которые красненькие, и у вас система перейдет в конечное свое состояние, в требуемое. И в инструкции, например, для администратора, это выглядит, ну для администратора клиента, это может выглядеть следующим образом. Вот вам на флешке папка .git, вы ее копируете в корень, запускаете git reset hard, запускаете миграции. Все. Вот у вас проект переходит в требуемое состояние. Если у вас модулей много, которые вы пишете сами, то запускать все эти модули, переинсталлироваться, там можно данные потерять и так далее. Мы работаем на уже существующей системе, на уже системе, которая в работе. Поэтому без этого никуда. Плюс, если один разработчик, например, создал инфоблок, да, в команде, ну какой-то, да, в команде таких разработчиков четыре штуки, нам нужно, чтобы все разработчики работали в едином контексте. То есть каким образом вот эти вот разработчики, другие, получат новую структуру проекта? Непонятно. То есть а так вот разработчик делает git pull, смотрит, о, что-то новенькое прилетело, запускает миграции, и у него система в том состоянии, в котором его коллега пожелал, чтобы она была. По поводу гита. В зависимости от проекта бывают разные. В зависимости от типа проекта разумно использовать разные принципы ветвления. Кто отдельными ветками пользуется в гите? Ага. А кто в одну кидает все? Хорошо. То есть есть проекты, когда внедрение целиком. Внедрение целиком — это такая достаточно редкая история. Это когда вот у вас есть ТЗ, в конце вы сдаете, и все. На наших проектах такое редко. У нас, как правило, поэтапное внедрение. То есть мы сначала первый релиз делаем, потом второй релиз, третий релиз и так далее. В системе начинают работать люди, а мы ее допиливаем. Поэтапное внедрение плюс поддержка и доработка. Вот это самый-самый ад. Почему так происходит? Потому что зачастую я говорил про разные департаменты. Разные департаменты — это разные бюджеты. Есть, например, бюджет на разработку, и в него не поместилась какая-то функциональность. Но есть бюджет на поддержку. И эту функциональность перекинули в бюджет на поддержку. А там сроки могут быть другие и так далее. И у вас параллельно существует разработка продукта, и параллельно существует поддержка. Ну как бы поддержка, на самом деле это просто параллельно еще какая-то разработка. И по ней могут быть сроки другие. А еще по ней может быть заказчик другой. И каким образом вы будете параллельно вот этим всем заниматься и параллельно релизиться, вот это вот определяет вашу модель вветвления. Еще тип проекта вещь непостоянная. Проекты могут переходить из одного типа в другой. Как правило, обратно ничего не возвращается, но, например, из просто поэтапного внедрения перейти вот в третью версию, это вообще запросто. Выбираем подходящую модель вветвления. Вот это вот классический GitFlow. Кто слышал про GitFlow? А, ну вот, собственно, наверное, все те, кто использует разные ветки, про него и слышали. Это классический GitFlow, когда вот у вас есть ветка мастер с релизами. Ветка мастер — это состояние PRO, да? Есть ветка DEVELOP, где вы начинаете делать релиз. Есть ветки задачи разработчика. Разработчик делает свою задачу в своей отдельной веточке, которую он отвел от DEVELOP. Что-то там попилил, попилил, попилил. Оформил мерш реквест. Предположим, ведущий разработчик этот мерш реквест принял и он опять его подлил в DEVELOP. Ну, начал вторую задачку делать там, ну или другой разработчик тоже что-то делает в задачку. Подлились. Все, функциональные требования вылили. Начинаем готовиться к релизу. От DEVELOP в его текущем состоянии отводим ветку релиз. Какие-то тут фиксы происходят в релизе. Опять подливаем. Собственно, как правило, релиз — это когда функциональная часть уже закончена, ничего нового мы не делаем. Мы просто правим баги. Ну, поправили, поправили, поправили. Все, вот здесь вот в этой точке должна быть, осуществится приемка. Как правило, именно вот релиз вот в этой точке мы разливаем на тест. И когда заказчик кивнет головой и скажет, что все хорошо, это значит, что у нас родилась новая версия. И вот эта штука соответствует проду. А, ну еще бывает другая история, когда, когда, смотрите, на проде найден баг. Это правится в отдельной ветке hotfix, вливается обратно в мастер, тут же вливается в DEVELOP в его текущем состоянии, чтобы вот это вот изменение в мастере, оно было у разработчиков тоже. Вот это такая идеальная история на проектах с поэтапным внедрением, когда все хорошо. Когда у вас параллельно идет поддержка, вот эта история может выглядеть примерно так. Да. Есть задачи на разработке, которые по плану проекта. А еще есть задачи как бы по поддержке. Причем самое интересное, вы должны у заказчика точно спросить, вот я про это говорил, каким образом формируется релиз, релиз поддержки. Потому что бывает следующим образом, когда вы делаете задачи, вы, например, сливаете все в ветку DEVELOP или отводите от какой-то одной ветки, а потом оказывается, что вы эти задачи должны выкатить не вместе, а набрать из них, набрать из этих задач ветку. То есть мы вот здесь я показал. То есть вот часть задач, они никуда не сливаются. То есть заказчик их еще не принял. Например, какая-то с маркетинговой точки зрения, эту фичу мы в работу отдали все фичи вместе, а выкатываем мы их по отдельности. То есть, например, вот две фичи, они как бы вроде готовы, но выкатывать их еще не пора. Поэтому ветку релиз саппорта мы собираем из двух задач. Вот. Первая задача и третья. Вот у нас пошла в релиз саппорта. Тут тоже там какая-то вот произошла история, там может быть что-то там пофиксили. Вот. И разливаем в релиз. Оно уходит, соответственно, в мастер. То есть вот здесь вот приемка саппорта идет. Оно уходит в мастер и оно уходит в релиз, который готовится сейчас по основному проекту. И потом релизим основной проект. Если бы здесь не было релиза основного проекта, оно бы смержилось в текущий. Вот. Что произойдет вот с этими задачами дальше, которые подвисли? Ну, когда-нибудь мы из них соберем еще одну ветку саппорт R. Ну, саппорт R, саппорт релиз. Примерно такая же история происходит, когда вы на проекте не одни. Тут очень важно. Смотрите, у вас есть договор, у вас есть рамки и ограничения по договору. Вот. На проекте могут быть чужие разработчики. Это могут быть разработчики, собственно, которые, как и вы, на подряде работают. Это могут быть сотрудники заказчика, которые могут пилить отдельную функциональность, могут осуществлять какую-то поддержку. В итоге, ну, как бы работать с кодом проекта. Так бывает и достаточно часто. Надо понимать, где осуществляется приемка вашего, того, что делаете вы, вашего кода. Дальше. Вот смотрите, я показал GitLab CI. У нас там есть какие-то свои правила по оформлению кода и так далее. А у других подрядчиков могут быть совершенно свои правила. Поэтому единственный вариант – это синхронизироваться. Потому что если мы работаем в одном коде, в одном репозитории, то у нас должны быть одни правила. Зачастую, как правило, сотрудники заказчика, которые работают, ну, там какие-то сидят, два битрексоида, которые работают на проекте, они по уровню чуть слабее. Ну, так бывает. Потому что у них задачи другие. Они сидят на окладе, что-то пилят. Нам нужно устанавливать правила. То есть единственный вариант – это задавить авторитетом и людям просто показать, что то, как делаем мы, это хорошо. Оно зачастую бывает. Они потом как бы сами подходят, обращаются, спрашивают, как лучше. Важный момент – синхронизировать разработку, синхронизировать релизный цикл. У нас были случаи, когда, например, представитель заказчика что-то там пилил, 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 пилил. У нас параллельно шла какая-то разработка. Он наши изменения к себе в ветку не заливал. Потом взял свою ветку, смержил с нашей. Оно все там законфликтовало, все перетерлось. И вообще очень большая часть работы, она просто пропала. Пропала. Дело даже не в том, что она пропала, а в тот день был релиз. И мы не зарелизились в итоге, перенесли на следующий день, потому что то, как оно слилось, оно все поломало. Вот как-то так. И опять-таки заказчику мы сдаем то, что сделали мы на своем сервере. Ну, либо на тестовом сервере заказчика. Ага, да, мое любимое. Я уже говорил про закрытую сеть. Необходимо делать обновление. Есть несколько вариантов. Все плохие. Как это предлагает делать вендор? Вендор предлагает это делать, что есть прокси-сервер. Через прокси-сервер мы подключаемся к серверу обновлений. Вот. И все хорошо. Но тут все понятно. У этого есть некоторое количество минусов. Во-первых, интернета нет. Прокси-сервера тоже нет. Есть только согласованный механизм доставки. И да, вот так тоже. И доступа на прот тоже нет. Надо все обновить. И у тебя на это есть, ну, не знаю, там, пару часов. Каким образом это делать? Мы делали двумя способами. Например, с прода доступа не было. Был доступ с теста через прокси-сервер. Мы делали копию прода на тест, обновляли там. В этот момент прот не работал. Дальше обновляли файл, обновляли базу. А что делать, если вообще ничего нельзя останавливать? Даже на чуть-чуть. В чем проблема обновляться таким образом? Проблема в том, что с сервера обновлений может прилететь вообще что угодно. Если мы говорим о сильно кастомизированных порталах, то прежде чем выкатить это на прот, сразу скажу, в интерпрайзе обновления происходят где-то раз в полгода. То есть они нечастые. За полгода может очень сильно измениться битрикс, и вам нужно свою кастомизацию под этот измененный битрикс адаптировать, протестировать и гарантировать то, что после обновления портал не свалится. Зачастую у многих очень айтишных компаний крупных, у них в декабре есть мораторий на проведение работы. И у нас как-то было, что мы тест обновили в ноябре, а прот в январе. И что-то пошло не так. Поэтому вот этот механизм, когда мы обновляем тест, а потом готовим фиксы и обновляем прот, мне не нравится, потому что я не знаю, что прилетит из сервера обновлений. Поэтому протестировали следующий вариант. А, ну сразу скажу, что с файлами все понятно. То есть с файлами мы можем загнать систему контроля версии, предположим, это будет не проект, а отдельный гид для обновления. Ну взяли весь битрикс туда, засунули. Вот, посмотрели, что изменилось. Это вообще без проблем. А что с BDH делать? Потому что обновления меняют BDH. Вот, и что если бы мы могли записать все, что делает установщик? Мы пробовали ловить файлы обновлений, там как-то их выгружать, вот эти вот скрипты, которые там падают в битрикс апдейт. Но что-то не понравилось. Смотрите, все, что есть, все, что делает установщик, все, как он меняет базу, оно хранится в бинлоге, который вы можете выгрузить. Дальше вы можете его посмотреть и увидеть все операции с BDH, которые там происходят. Я удивился, операций, которые там происходят, их не так много. То есть его можно посмотреть руками и ровно так же вот этот SQL файл добавить в систему контроля версии, рассказать заказчику, что с ним делать, как применить. Без проблем. Мы так пробовали обновиться, и оно получилось. То есть файлы, которые битриксовые, которые прилетают, именно как файлы с сервера обновлений, мы просто через систему контроля версии докидываем, скрипты SQL-овские мы применяем, и вот оно применяется. Вот таким образом мы обновляем порталы. Еще раз, общий план обновления вот по этой версии. Добавляем все в git. Важно, это не git проекта. Вам в гите проекта битрикс не нужен. Определяем текущую позицию в бинлоге на момент начала обновления. Обновляемся штатными средствами. Важно, обновление штатными средствами можно сделать не обязательно у заказчика, это можно сделать у себя. Это важно, потому что у вас на данный момент у всех разработчиков развернута как бы копия продуктива заказчика, но без контента. Потому что, ну, зачастую контент у заказчика это либо коммерческая тайна, либо еще там что-то, перс данные, которые вы не имеете права к себе забирать. Ну, вам просто никто не даст. Обновляемся штатными средствами, выгружаем измененные файлы в архив, выгружаем транзакции. При необходимости чистим. Есть момент. В бинлоге, если сначала получаются какие-то выборки, а потом происходит запрос на изменение данных с этими айдишниками, то это проблема, потому что у вас нету тех айдишников, которые, там, айди объекта, предположим, которые есть на проде или, например, прод по данному скакал куда-то. Вот. В этом случае нужно будет вставлять запрос в селект, который получает эти запросы. Эти айдишники. Тут есть неудобность. Именно поэтому всегда надо руками смотреть, что же там происходит. Но опять скажу, их немного там операций. Тщательно тестируем, адаптируем проект. Здесь вы гарантируете заказчику, что вы обновите систему до того состояния, на котором вы ее протестировали. Это очень важно. А не до того состояния, которое придет с сервера обновлений. Был момент, когда… Как раз это был декабрь, январь, вот когда был мораторий на проведение айтишных работ. Был релиз интернет-магазина с ошибкой. Вот. Эту ошибку очень быстро поправили. Но проблема в том, что мы вот как раз зарелизились, обновили систему перед тем, как ее поправили. А внести фикс – это очень тяжело в нашем случае. Ну, мы его там как-то доносили. Но, в общем, важно. Ну, переносим файлы на прод, применяем на проде сохраненный SQL файл. И преимущество. То, про что я сказал, что протестированная версия на проде, не требуется интернет, высокая скорость обновления. Это тоже важно. То есть мы не друг за дружкой все обновления качаем с сервера, запускаем и так далее. У нас сразу так… И все происходит. Вот. Вопросы. А, еще там бонус. Это он зовет все вселенные, которые были в презентации, получит от меня очень хороший блокнот. Продолжение следует...